Мне кажется, у меня лапша уже с ушей свисает. Все руководство увольнять. И так в стране ситуация такая. А у вас есть основания снимать меня? Я отказываюсь. Не вижу законной причины. Вы можете подать на меня в суд. Ваши требования незаконны. Мы сейчас задержаны. А законы, основания задержания, вы закон знаете? Это ваша просьба или требования? Я вам просто предложил. Я отклоняю ваше предложение. Все из рук. Так. Фрукты, овощи у вас есть? Тухлые? Нет, все перебираю. Лично сама. Молодец, что у меня здесь есть? Вы видели какую-нибудь тележку огромную? собрали просроченного тухлого товара. И так в стране ситуация такая. И что лунируют? А при чем тут страна? То есть пока в стране ситуация можно тухляком людей кормить? Что вы представляете? Ну, вы знаете, мы. Мы о вас же заботимся, бабушка. Леш, от вас скорее быть. А чем? Это не мужской поступок? Помогать гражданам? Помогать также бабушкам, беззаботным детям, которые не смотрят на сроки. Чудак. Сколько там с меня? Чудак. Сумки домой лучше отнеси. Ну, я разберусь, как мне поступить. Я же к вам в разговор не влезаю. Зачем вы ко мне влезаете в разговор? Пять копеек свои вставили. Так. А где тортик-то сам? Увезли? Пойдем посмотрим. Вот так. Заботишься о людях. Ищешь тухляк. Пытаешься что-то исправить в этом городе. Вслед только кричат, что ты мучаешь сотрудников. И все почему-то любят прикрываться ситуацией в стране. То есть, если карантин, значит, получается, можно травить людей. По их логике. И такие защитники-просрочки есть в каждом магазине, в каждом городе. Девушка, а где тортик-то? Я его утилизировала, отнесла. Упаковку вскрыли? Да. Убежала. Да, как бы. Деньги нам вернули, но факт утилизации не подтвердили. Я просто боюсь, что он опять попадет на полки. А можно еще на шашлык посмотреть аннотацию? Что-то мне кажется, что он сдох. По внешнему виду. Он выглядит отвратительно. Вот как хранится сырок. А потом они это запакуют в такую же упаковку. И скажут, что он свежий. Ну что, принесут нам на шашлычок информацию? Да, принесут. На то, что прошло уже минут 10. Совершенно случайно. Беру пачечку, а она просрочена. До 31.03. То есть, сегодня она уже просрочилась. Это просто пока мы ждем информацию на шашлычок. Так, вот вторая пачечка. Нашли информацию? Шашлык из свинины. Но это только что вы сейчас распечатали. Анотация есть родная шашлыка? Приходит вместе с мясом. Мне кажется, у меня лапша уже с ушей свисает. Ну, по факту, по их бумажке непонятный какой-то дата свежего шашлыка. Но я бы такой шашлык брать уже не стал. Пока ждали шашлычок, еще просрочку у вас нашли. Ананасы, папайи. А, девушкам без разницы. Там важнее. А то, что тухляком людей травят. Девушка, давайте мы вам отдадим. Мы вскроем упаковки и вам отдадим просрочку. Потому что некачественный товар. Утилизировать надо. Мы вам поможем. Не, если администратор сейчас будет не согласен, я готов оплатить этот товар. Оплатите тогда. Администратора позовите, пусть он нам скажет. А что, он что-то оплатит, он будет возвращать его. Какая разница, это некачественный товар. Смысла нет. Нет, ну пусть оплатят тогда, а не ему. Они потом возврат сделают. Без слов. Голубика. Годен до 25-го, 0-3-го. Фрукты, овощи у вас есть тухлые? Нет, все перебираю. Лично сама. И вот так, в принципе, да. Работники с парой перебирают товар. Она вся уже, смотрите какая. Это уже сухофрукт. Это не голубика. И это просроченная. Девушка, голубика просроченная. До 25-го, 0-3-го. Согласны? Вот, она уже и сухая. Посмотрите, как считаете, это нормальная такая вот голубика? Ну, ненормальная, да. Ненормальная. Просто менеджер сказала, что только сегодня перебирала у вас ее. Я думаю, надо просмотреть еще раз все за ней. Мне кажется, она явно не справляется со своими обязанностями. А вы кто вообще по должности? Товаровед. Она товаровед, она ушла домой. Я не понимаю, куда смотрит руководство с пара. Хотя, скорее всего, с подачи руководства это все и делается. Куда смотрит Роспотребнадзор? У меня просто нет слов. Пол магазина просто тухляка. Пол магазина нужно снимать с продажи. Все руководство увольнять, ставить новых. Естественно, поднимать зарплату. Испар, когда вы уже начнете нам платить? Я один справляюсь лучше, чем весь ваш персонал. Можно вас допустить? А вы кто? Мы из Росборда. Можете представиться? Кто ко мне обращается? Да, старший сирен полиции везет. Можно удостоверение? Да, конечно. Давайте отойдем с прохода, чтобы людям не мешать. Так. Старший сирен полиции Вязников Олег Геннадьевич. Полицейский. Вижу. Ваш документ. На основании? На основании. Вы попросили мою документ? Попросили. И что? Есть закон? Законное основание какое для проверки документов? Какое? Вы по первым требованиям должны представиться и предоставить? Мы обязаны вам представляться. Мы в Росгвардии и полиции. Так вызывайте полицию тогда. Зачем? Ну, если я говорю, основание какое для проверки у меня документов, заявление написано на меня, еще что-то. Лучше заявление, что написано, что вы ходите в товар в корпусе. Администратор лично мне это разрешил. Он мне сказал, что он ничего вам не разрешал. У меня записано на видео, естественно, все это. Ленджер в магазине нет, который ленджер вам не разрешал. Я сказала, что вы еще до 6 часов выжили. Девушка, у нас заснято все на видео. И это все при вас происходило, я вам больше скажу. То есть основание для проверки документов. Есть заявление, я хочу ознакомиться с материалами дела. Заявление? Заявление на вас будут писать, если заходят продавцы в магазин. Вот. Если будет заявление, безусловно, я вам предоставлю документы. Пока я отказываюсь. Не вижу законной причины для проверки. Вы видите, да? Да. Вон находится на охране объекта, который мы охраняем. Так. Я что-то нарушил? Да. Что именно? Общение порядок. Как я нарушил? Продукты, правильно? С разрешения работника магазина. Они разрешили? Да. Плюс это был испорченный товар. Я согласен его весь оплатить. Я понял. Но потом я его верну. А у вас есть основание снимать меня в данный момент? Вы при исполнении сейчас находитесь? Я при исполнении. В общественном месте? В общественном месте. Что мне запрещают ваши снимать? Ну я не хочу, чтобы вы мне снимали. Это мои требования. Да что ты, черт побери, такое несешь. Вы можете подать на меня в суд. Я понял, что я могу вас подать в суд. Вот. Пока ваши требования незаконны. Поэтому. Незаконно. Мы сейчас задержаны. Мы сейчас за выяснение обстоятельств. Мы задержаны сейчас. Я вас не задержан. То есть я могу сейчас выйти? Нет. Вот. Значит я задержан. Либо я, то есть... Вы задержаны за выяснение обстоятельств. Какой у меня процессуальный статус? Я сейчас задержан? Или я сейчас свободен? Вы просто постойте здесь и все. Что значит постойте здесь? Вы закон знаете? Я сейчас задержан. Я знаю закон. Вы знаете закон? Да. Какой вы знаете закон? Все. Все. Основные, которые мне нужны. Как потребитель. Я рад за вас. Я сейчас задержан? Да. Основание. Основание. Заявление на меня есть? Я вам сказал. Нажали тревожную кнопку. Мы приехали. Я задержан на основании каком? Не на основании тревожной кнопки, а на каком основании я задержан? Да. А закон и основание задержания какое? Это дождите. за мы ждем мы не уходим и так какие конфеты какие конфеты конкретно просроченные которые были девушка я при я вот девушки показал да какие именно конфеты открыл конкретно посмотрите по камерам покажите работникам полиции покажите нам будем на этом основании что-то решать пока это ваши слова только у меня есть запись конкретно полностью всего происходящего вы на меня писать эти заявления не я на вас если вам надо вы доказываете я докажу когда уже есть на него заявление я приду к участковому и ему покажу всю информацию дайте мне возможность оплатить товар беседа я его плачу вы оплатить не его не даете и при этом говорит что я не прав вы при исполнении сейчас до в общественном месте до 152 . один статья гражданского кодекса знаете такую вот там расписано когда я могу выкладывать без согласия граждан когда не могу вы я должен остались о вы из преисполнении вашу действие с открыто для народа ну а ты не имеете права без моего разрешения выкладывать согласно что вы можете подать на меня в суд потом если я вы увидите вдруг это видео ну вот и все я думаю с вами решили этот вопрос это ваша просьба или требования сейчас нет я вам просто предложил а предложение я отклоняю ваше предложение данный гражданин хочет оплатить я согласен если какие-то конфеты я вскрыл то я без проблем оплачу я же не против у вас такая ситуация что вы не то и не то не хотите определитесь как бы его задерживайте рабочих магазина просто я щас просто так здесь я не хочу либо они пишут заявление окей либо ждем полицию без проблем любое их предложение я прямых просьба местных жителей проверить магазин это же тогда все но зачем все это было всего доброго до свидания чудные работники спаре вызвали на нас космонавтов гбр результате сказали что писать заявление будут вот так уже собирались уходить и тут просто полицейские бам гбр законно не знают плохо но и мои права не нарушали в то же время на этом у меня все друзья уже второй раз с вами прощаюсь ставим лайки подписываемся на канал более 80 процентов людей смотрят мои ролики без подписки давайте исправим это пишите обязательно комментарии самый креативный комментарий попадет в следующее видео вам не сложно а мне это очень приятно все ваши комментарии лайки подписки продвигают мои видео вверх я надеюсь что с каждым моим видео люди будут проверять сроки годности проверять условия хранения и будут меньше травиться всем пока